Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. В мемориальном парке Рязани сделали лыжероллерную трассу. Закончить ее обещали до 1 декабря. Стоит отметить, что еще несколько недель назад на дорожках лежала голая щебенка. Как обстоят дела сейчас, узнаете в нашем следующем сюжете. По информации СМИ, на лыжероллерной трассе ремонт закончили. А ни одного спортсмена тут нет. Вероятно, это один из показателей качества самого ремонта. По словам Анатолия Бирюкова, тренера по лыжным гонкам, лыжероллерная трасса была просто необходима. Вот только начали ее ремонт слишком поздно. И вскоре начались ожидаемые проблемы из-за погодных условий. Большую часть ее сделать успели. Спортсмены говорят, что осталось положить около 500 метров асфальтового покрытия. У нас возникла другая проблема. Где проходит вот эта роллерная трасса, там у нас еще и лыжная трасса. Вот, 5 километров. А так как шли строительные работы, там, естественно, щебенка, глыбы замерзшей земли, поэтому нам вот до сих пор там трассу невозможно сделать. Я что-то сомневаюсь, что кто-то нам это сделает. Тренер бил тревогу. Вот только, говорит, рабочие отмахивались. Отвечали, что успеют и доделают потом. Из-за этого кататься там невозможно. Поэтому спортсмены выходят на привычный рюминский пруд. Это уже традиция. Первые 10 дней каждой зимы заниматься на замерзшем водоеме. Вот только этот сезон им, скорее всего, придется провести здесь полностью. А различия в подготовке и тренировке на месте огромные. Мы сейчас катаемся чисто на равнине. Здесь одна техника применяется. Меньше тренируется наша функция. На пересеченном месте, естественно, там и техника немножечко другая, и вернолыжная техника шлифуется. Вот, и функции легче тренировать, потому что нагрузка более такая сложная. Анатолий Бирюков говорит, что лыжероллерная трасса – это большой плюс для спортсменов. К сожалению, доделать ее не успели. Тренер надеется, что закончат ее весной. А пока ко всем предстоящим соревнованиям – региональным и всероссийским – спортсменов придется готовить здесь, на равнине. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Владимира Луканцова избрали главой администрации Шиловского района. Решение приняли на заседание районной думы 3 декабря. Ранее должность главы администрации и муниципального образования занимал Василий Фомин. В октябре он был избран главой муниципального образования, а на пост главы администрации объявили конкурс. По его итогам назначили Владимира Луканцова. Напомним, с апреля чиновник являлся заместителем главы администрации Рязани по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства. 3 декабря Рязанский союз таксистов устроил бойкот службам заказа такси. Выбрали самый час пик – понедельник, 5 часов вечера. Таксисты заявили, что перевозчик сам должен устанавливать тарифы, а не информационная служба. На стоянке собрались только те, у кого есть лицензия на перевозку пассажиров. Иначе говорят таксисты. Все работают не первый год. У каждого в машине установлено несколько систем, с каждой из которых им и приходят заказы. Вот только сами таксисты заявляют, что цены на перевозку, предлагаемые информационными службами, сильно занижены. Производитель не может устанавливать стоимость поездки. Вот что мы. Другое дело, какие цены потом будут. Мы ведь хотим, чтобы была конкуренция между нами. Вот когда будет конкуренция, тогда и будет справедливая рыночная цена. А какая она справедливая рыночная цена? Если вы хотите услышать в рублях, в стоимости, то сейчас это на 30-40% выше, чем сейчас. В настоящий момент, по словам таксистов, они получают только 30% от той суммы, которую оплачивает пассажир. Поэтому на бойкоте, который прошел 3-го числа, Рязанский союз таксистов принял решение зарегистрироваться как юридическое лицо. Мы решили, что все-таки будем регистрироваться как юридическое лицо. Дальше что мы будем делать? В планах, чтобы попасть все-таки в рабочую группу по разработке законопроекта, в рабочую группу Государственной Думы. Это делается для того, чтобы повлиять на закон о работе такси, который будет приниматься. Кроме этого, Рязанский союз таксистов планирует создать свою службу заказов. Создание такой службы позволит им самим устанавливать тарифы и конкурировать на равных со службами заказа такси. Первым этапом создания такой службы станет регистрация юридического лица. Все необходимые документы союз таксистов планируют собрать в ближайшее время. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Незаконную добычу песка пресекли в Чучковском районе. Самовольно разбитый карьер обнаружила природоохранная прокуратура. Предпринимателям, заработавшим незаконным способом, может грозить уголовный срок. Подробности далее. Слева от автомобильной дороги установлен факт разработки добычи полезных ископаемых. Разработка велась в районе деревни Голенищево Чучковского района. По закону нужно было провести геологическую разведку и экспертизу, получить разрешение в Минприроде региона. Однако этого сделано не было. Неизвестные лица самовольно вели добычу полезных ископаемых на площади более 10 тысяч квадратных метров рядом с действующим карьером. Ущерб нанесенной природе только предстоит установить. Данный земельный участок в аренду в собственность или в какое-либо право пользования не передавался. На данный земельный участок месторождения отсутствует. То есть уже установлено, что данные работы проводились незаконно. Кроме того, в Чучковском районе выявлены нарушения административного законодательства в деятельности администрации муниципального района. Должностными лицами района, уполномоченными на учреждение муниципального земельного контроля, надлежащая правовая оценка факту незаконной добычи полезных ископаемых на земельном участке, расположенном в границах муниципального района, не дана. Также в деятельности должностных лиц администрации Чучковского района выявлено нарушение регулирующих порядок рассмотрения обращений граждан, в связи с чем прокуратурой в адрес администрации Чучковского района внесено представление об устранении нарушений законодательства. Сейчас прокурорская проверка продолжается. Если в действиях нарушителей выявят признаки уголовно наказуемого деяния, будет решаться вопрос о передаче материалов в следственные органы. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Можно ли победить очереди в госструктурах? Этот вопрос волнует многих, поэтому и был выбран уверенный курс на цифровизацию. Сейчас получить многие услуги можно, не выходя из дома. Главное условие – наличие интернета, компьютера или гаджета. Очереди как часть истории. К такому итогу призвано внедрение цифровых технологий в самые разные сферы жизни. Иногда сами жители региона выбирают наиболее трудный путь. Например, вместо того, чтобы получить государственные услуги онлайн, идут в МФЦ или пенсионный фонд и другие ведомства. Хотя регистрация на портале госуслуг открывает такие же возможности, как и личное посещение структурных подразделений. Кроме того, имея подтвержденные логин и пароль на портале, можно заходить на сайт Пенсионного фонда и пользоваться всеми услугами личного кабинета. Получать дистанционно услуги, заказывать документы, посылать свои заявления. Если человек заходит на официальный сайт ПФР без авторизации, то через тот же личный кабинет он может в безопасном режиме заранее записываться на прием к специалистам Пенсионного фонда Российской Федерации, что также исключает его участие в процессе формирования очереди, живой очереди. Он может ознакомиться с графиком работы, он может заказать отдельные справки и документы, он может посмотреть последние новости и в онлайн-режиме обратиться за консультацией к специалистам ПФР. В уходящем 2018 году 84% заявлений на получение пенсии были поданы через электронные сервисы. Кроме того, дистанционно можно получить все услуги, которые оказывает Пенсионный фонд, в том числе выяснить все вопросы, связанные с получением материнского капитала. Вот такие информационные терминалы работают в каждом отделении, что также облегчает жизнь жителей региона. Позволяет получить оперативную информацию справочную, либо опять же в справочниках можем получить информацию от наших пенсионных услуг, которые мы оказываем, предоставленные Пенсионным фондом Российской Федерации, либо позволяет, что на наш взгляд самое интересное, это выйти в сеть интернет на страницу Пенсионного фонда. Такая же информация находится на сайте Пенсионного фонда и других ведомств. Если вдруг волнующий вопрос не нашел здесь отражения, то работает телефон горячей линии. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Высота – это их стихия. У бойцов ОМОНа есть такая должность – боец-высотник. У порния других они работают с альпинистским снаряжением. Об одной из тренировок бойцов в нашем следующем сюжете. «Три, два, один, штурм!» Такого штурма не выдержит ни одно пластиковое окно. По словам сотрудников, многие стекла своей крепости не оправдывают. Это часть упражнения сотрудников ОМОНа – бойцов-высотников. Они незаметно подбираются к окну дома, а затем начинают штурм. Упражнение называется аналогично. И это часть обычной тренировки. Это обычная тренировка. Сделали разминку, проверили все снаряжение. Отработали фасадно-штурмовой альпинизм. Отработали беспарашютное десантирование. И сейчас отрабатываем горную подготовку. Бойцы-высотники – это точно такие же профессионалы своего дела, как и остальные сотрудники. Специализацию уже дают командиры. Смотрят на психологические и физические качества. Все бойцы проходят, не в зависимости от должности, они проходят курс высотной подготовки. Но вот именно должность бойца-высотника уже включает в себя знания не только азов, спусков, но уже они следят за снаряжением, умеют работать с более сложным альпинистским снаряжением. Отличительная черта снаряжения бойца-высотника – это подвесная система. Она не весит и килограмма. Благодаря ей сотрудники ОМОНа могут не только спускаться по веревке, но и выполнять акробатические элементы. С помощью особой намотки бойцы могут контролировать и скорость спуска, а также затормозить в нужный момент. Любой сотрудник может спускаться с оружием в руках. Обычно это пистолет Ярыгина, но можно вооружиться и потяжелее. С альпинистским снаряжением бойцы-высотники тренируются около 6 часов в неделю. Погода и сезон не помеха. Чуть-чуть мешает сильный ветер, да и веревка на холоде немного замерзает. И чувствуется по-другому. В остальном – все то же самое. Отрабатывалось и упражнение под названием «высадка с вертолета». Для этого бойцы переодевались в маскировочные халаты. По задаче тренировки их высаживают в поле и дальше они продолжают путь пешком. Бойцы спускались с перестройки дома, имитирующийся сам вертолет, и занимали определенную позицию. А после – группировались. В группу! Вперед! В такой нелегкой работе сложности есть. Конечно же, это и подвесная система, и работа с напарником. Все должны доверять друг другу, иначе не получится. Здесь нет слов «семья», «друзья» или «похожих». На полигоне и на операции они друг для друга просто напарники, которые общаются позывными. Но только уверенность в себе и в окружающих у них куда больше, чем у хороших друзей. Вероятно, это и позволяет им так четко и грамотно выполнять все необходимое. Как на тренировках, так и в бою. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Профессия или служение. Молодые рязанские педагоги получили гранты по 50 тысяч рублей. Среди победителей – учительница начальных классов Искровской средней школы Ирина Нечаева. На ее уроки побывала Мария Рудая. Ребята, давайте друг с другом поздороваемся. Вот так с дружелюбной улыбки начинается каждое утро во втором классе Ирины Нечаевой. Педагог признается – все дети ее. Чужих здесь просто нет. Они вместе пришли в первый класс, так и продолжают совместное путешествие в страну знаний. До 2017 года Ирина работала в этой же школе педагогом-психологом, а потом стала учителем начальных классов. И сразу получила федеральный грант 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Экологическая тропа». В этом году еще один грант – 50 тысяч рублей. И все. Благодаря неуемному стремлению к развитию в профессии. Ирина уверена – образование и воспитание слова не просто тождественны. Одно немыслимо без другого. Невозможно просто научить ребенка, не обращая внимания на то, как он ведет себя, что он думает об окружающих, как он видит этот мир. Соответственно, наоборот, если мы будем заниматься только воспитанием, то знания, как без них, их обязательно тоже нужно обучать и учить учиться. Вот самое главное. Непрерывный процесс обучения – залог успеха в профессии, говорит Ирина. Она признается, каждый день познает мир вместе со своими учениками. С ними же и учится. Ваня рассказал, как его дома учат писать букву «Усь» идет гулять. Ну, то есть, да, пишем буквы и тянем. Вот я очень запомнила, рассказала всем ребятам, рассказала своим коллегам. Вот, им показалось, что это очень интересно, они тоже это используют. Сами школьники отвечают своему педагогам взаимностью. Учитель у нас очень добрый. Он на уроках все рассказывает, объясняет. Учил красиво писать. С ней очень интересно, и она нам показывает на окружающем мире видео, интересные задания дает. Урок по изучению полезных и вредных привычек завершился проверкой знаний. Поучительный рассказ остался в умах подрастающего поколения. Мне понравился урок, и я знаю, что курить нельзя, ведь курение не просто плохо, а это еще и вредит организму. Мне понравился очень урок. Я узнала, что нельзя бить посуду, а чужие вещи трогать. Надо складывать вещи, не бросать, не скомкывать их. После уроков Ирина Нечаева обычно готовится к следующему учебному дню. А еще она любит кататься на роликах и коньках, читает и встречается с друзьями. А еще профессия подарила ей главную встречу в жизни. Любимый человек Евгений тоже педагог. Вместе они почти пять лет идут по жизни и учатся работать с детьми. Ребенок – это дар Бога, да, и им нужно в первую очередь восхищаться. Если ты начнешь восхищаться, то отношение сразу к ребенку поменяется, и он почувствует твое отношение к нему, ну, как сразу контакт находится. Вот, для меня это самое важное. Я всегда пытаюсь вот найти какие-то положительные стороны ребенка, раскрыть их и постараться вот ему самому дать возможность поверить, что он умница, у него все получится. Мария Рудаем, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Зимой 2018-2019 года в Рязани будет открыто более 40 катков и ледовых площадок. В настоящий момент залиты катки в муниципальных спортивных учреждениях. Большая часть катков находится в процессе подготовки к эксплуатации. В городе будут функционировать четыре бесплатных городских катка, которые в прошлом году пользовались большой популярностью у жителей всех возрастов. Сейчас установлена коробка на площади Победы и ведется монтаж ледовой площадки в лесопарке. Еще два катка планируется установить на Лыбецком бульваре и в поселке Никуличе. В пятницу 7 декабря планируется открытие одной из самых крупных ледовых площадок – «Локомотива». Работать она будет без выходных. В большинстве своем ледовые площадки будут функционировать около школ и детско-юношеских спортивных школ. Полный список адресов можно найти на сайте администрации. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте – город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова